В эфире программа «Неделя города» в студии Оксаны Тебенихина. Здравствуйте! В еженедельном выпуске мы, как всегда, подводим итоги прошедшей рабочей недели. О какой она была, расскажут мои коллеги. Смотрите сегодня. Публичные слушания на тему проекта закона об областном бюджете на 2016 год прошли в Рязанской облдуме. Город воинской доблести в Рязани прошли торжества, посвященные присвоению города почетного звания. Новый год без долгов. Расстаться с задолженностью можно, не выходя из дома. Теперь расскажем обо всем подробнее. В Рязанской областной думе прошли публичные слушания, которые были посвящены проекту закона Рязанской области об областном бюджете на 2016 год. Напомним, впервые за долгие годы бюджет будет принят лишь на один год. Закон об областном бюджете на 2016 год бесспорно является наиболее важным для всего региона. По нему предстоит жить весь следующий год. Основные параметры бюджета утверждены в первом чтении и сейчас, при подготовке документа к рассмотрению во втором, его выносят на обсуждение общественности. В публичных слушаниях приняли участие сами депутаты, представители регионального правительства, министерств и ведомств, муниципальных районов, общественных организаций и объединений. 17 ноября решение бюджетного комитета проекта областного бюджета на 2016 год принят к официальному рассмотрению. Как и на федеральном уровне он однолетний, спланирован на один год. Как сообщил председатель облдумы Аркадий Фомин, сейчас весь депутатский корпус активно работает над подготовкой бюджета ко второму чтению. Стоит отметить, что впервые за последние годы депутатами был утвержден бездефицитный бюджет. Это позволит снизить госдолг и стабилизировать экономическую ситуацию в регионе. Первый зампред правительства Сергей Самохин отметил, что принятие бездефицитного бюджета – одно из условий исполнения соглашений с Министерством финансов России, которое область приняла на себя при получении бюджетных кредитов. Согласно этим условиям, государственный долг в 2016 году составит 27,3 миллиарда рублей, или 83% к собственным доходам. А долг по рыночным заимствованиям не превысит 50% от собственных доходов. После выступления докладчиков, на котором представители Министерства финансов и Минэкономразвития подробно описали сценарий распределения бюджетных средств и общую картину развития региона в следующем году, участники слушаний задали интересующие и волнующие их вопросы. Вот здесь вот говорилось об исполнении майских указов в следующем году, но я хотела бы задать вопрос Сергею Алексеевичу, что может быть вот как-то поподробнее эту тему развить, потому что мы все знаем, что в 2016 году будет изменяться методика подсчета средней заработной платы, и вот скорее всего, что средняя заработная плата будет ниже в 2016 году, чем в 2015 году. И вот здесь вот как пропорции по дорожным картам будут соблюдаться? Если раньше расчет был от среднемесячной заработной платы по экономике, то сейчас будет это рассчитываться от среднемесячного дохода от трудовой деятельности. То есть это более справедливая схема, когда бюджетники наши, для кого и направлено это все, они будут в более любых условиях. В 2016 году будет продолжена практика стимулирования и поощрения органов местного самоуправления. В целях стимулирования муниципальных образований к принятию мер по увеличению собственных доходов местных бюджетов в областном бюджете предусматривается предоставление иных межбюджетных трансфертов. Объем средств увеличен до 20 миллионов рублей. Муниципальное образование наше сегодня это, как правило, территории, удаленные от региональных центров. Но что мне бы хотелось отметить в современном бюджете, который мы широко с вами обсуждаем. Там учтены все вопросы, которые нужно сделать сегодня и завтра. И мы еще говорим о какой-то перспективе. Порядка 200 миллионов, которые выделяются в областном бюджете для этих целей, они очень эластичны. Муниципальное образование рассматривает задачи муниципальных образований. Там отражено, что необходимо в рамках уже решенных вопросов поддерживать уровень социального проживания в этом проекте. Вот это очень важно, что мы не идем вниз, не падаем, поддерживаем то, что есть. В ходе слушаний было отмечено, что бюджет на 2016 год сохраняет свою социальную направленность. Доля социальных расходов составит 74%. Наиболее важные из которых определены указом президента Российской Федерации. Подготовка главного документа региона велась в условиях новых экономических реалий, для которых характерны замедление темпов роста собственных доходов бюджетов всех уровней. Другая особенность проекта бюджета – формирование его в программном формате. На мероприятия 18 государственных программ и 11 ведомственных программ приходится 94,5% расходов бюджета. В Рязани прошли торжества, посвященные присвоению областному центру почетного звания «Город воинской доблести». В связи с этим на протяжении двух недель в нашем городе проходили мероприятия военно-патриотической направленности. Главные торжества состоялись в минувшую субботу. Более 300 тысяч жителей Рязанской области, которая была переведена на военное положение уже 23 июня 1941 года, ушли на фронт в первые дни войны. Больше половины из них не вернулись на родину из кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. 5 декабря состоялись мероприятия, посвященные присвоению Рязани звания «Города воинской доблести». Они начались в изложении цветов к монументу Победы. В фойе концертного зала гостей встречали гармонисты и приглашали подпеть песни военных лет. Ветераны, труженики тыла, курсанты военных училищ, кадеты, представители общественности, члены правительства и администрации, областной городской дум. Руководители города и области не остались в стороне от исторического события. Церемонию присвоения Рязани почетного звания торжественно открыли внесением знаменем Победы флага Российской Федерации и Рязанской области. Руководству города грамоту вручал губернатор Рязанской области Олег Ковалев. Сегодня в столице нашего региона, нашей Рязанской области, городу Рязани, вручается присвоенное почетное звание «Город воинской доблести». Знаменательно, что это происходит в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Буквально год назад, в преддверии юбилея, городами воинской доблести стали город Михайлов и город Скопин. Потому что именно там началось контрнаступление Красной Армии, Советской Армии под Москвой, в результате которого враг был отброшен от рубежей, как нашего региона, но и самое главное, он был отброшен от рубежей столицы нашей родины, города Москвы. Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской думы Андрей Кашаев поблагодарил ветеранов за их великий подвиг. Почетное звание заслужили для нас наши деды и прадеды. Это большая гордость и огромная ответственность быть достойными подвига наших предков. В любой момент встать на защиту рубежей нашего Отечества и не допустить войну. Звание город воинской доблести – гарантия того, что Рязань была, есть и будет одним из центров патриотического воспитания России. Первыми звания воинской доблести получили Скопин и Михайлов, освобожденные от немецко-фашистских войск в декабре 1941 года в ходе Московской битвы. Рязань тоже стояла на линии обороны. Старт победы был дан именно с аэродрома Дягилева. Как это произошло? Генерал Беляков, начальник первой школы штурманов, дал команду летчику майору Анискович провести доразведку в районе города Михайлов. Анискович обнаружил, что все танки колонны Гудериана шли на Москву, а 22 танка шли на Рязань. Звание города воинской доблести присваивается населенным пунктам Рязанской области на территории или в непосредственной близости от которых в ходе сражений Великой Отечественной войны защитники Родины проявляли мужество, стойкость и массовый героизм. Завершить уходящий год, расплатившись с долгами, добрая традиция. А хорошая новость заключается в том, что теперь для того, чтобы стать свободным о задолженности перед государством, больше не нужно стоять в бесконечных очередях. Современные технологии позволяют максимально упростить этот процесс. Подробности в сюжете Олеси Харлиной. Электронный сервис Управления Федеральной службы судебных приставов дает возможность самостоятельно платить долг в режиме онлайн через электронные платежные системы, а также распечатать квитанцию для оплаты задолженности в банке. Узнать о своих долгах любой гражданин может не выходя из дома. Для того, чтобы проверить наличие задолженности, достаточно просто зайти на сайт Управления Федеральной службы судебных приставов Рязанской области в раздел «Информационная система», окно «Банк данных исполнительных производств». Для работы с банком необходимо выбрать нужный раздел «Поиск по физическим лицам», «Поиск по юридическим лицам» или «Поиск по номеру исполнительного производства». Заполняем обязательные поля, они отмечены звездочками. Для более точной идентификации указываем отчество и дату рождения. Если ваша совесть о главной биографии чиста, результат будет таким. По вашему запросу ничего не найдено. Это значит, что вы не являетесь должником. Чего не скажешь о списке Петровых Иванов. Должников с такими инициалами сразу несколько. Обидно, если уже на пограничном контроле внезапно выяснится, что для вас установлено ограничение на выезд из Российской Федерации. Или вы объявлены в розыск. Решить проблему с минимальными потерями лучше сейчас. Экран подскажет все способы оплаты задолженности. Это оплата госуслуг, робокасса, киви-кошелек, веб-мани, яндекс-деньги. Польза от информационного сервиса неоспорима и для юридических лиц, которые, кроме того, при заключении деловых сделок и соглашений могут узнать о наличии или отсутствии долга, имеющегося у других организаций. Для удобства использования можно загрузить приложение на мобильный телефон на платформе Android, Windows Phone или iPhone. Или, к примеру, подписаться на обновления в социальных сетях. В преддверии предстоящих праздников хочется поздравить всех с наступающим Новым годом. Пусть он принесет вам много приятных открытий и интересных встреч. Пусть осуществляются ваши сокровенные мечты. А вы бы никогда не встречали себя и своих родственников в банке данных исполнительных производств, службу судебных приставов. Губернатор Рязанской области Олег Ковалев на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе сделал заявление относительно центрального рынка города Рязани. По словам главы региона, арендаторы, работающие на рынке, опасаются закрытия его с 1 января 2016 года. Об этом им сообщил собственник рынка. Были расклеены листовки о том, что предприятия, работающие на территории рынка, не смогут осуществлять свою хозяйственную деятельность, поскольку налоговая служба отказала им в регистрации. Как отреагировали сторожилы рынка на такое заявление, узнаем из следующего сюжета. Работа самого крупного в регионе центрального рынка под вопросом предпринимателей, имеющие здесь точки, опасаются их закрытия. Руководство крупнейшего торгового объекта региона распространяло информацию о том, что с 1 января следующего года рынок может закрыться. После собрания предпринимателей на прошлой неделе и ряда публикаций об этом в СМИ, в набирающие обороты скандал пришлось вмешаться губернатору Рязанской области. Олег Ковалев на координационном совещании по обеспечению правопорядка отметил, что он против закрытия рынка, так как это серьезно ударит по малому бизнесу регионам. Государственная налоговая служба, в том числе по моей просьбе и по просьбе прокуратуры, разобралась в этой ситуации. И ситуация оказалась не совсем такая, которую пытаются подать. Она не так проста, потому что представленные собственниками и юрлицами Госналогслужбы документы несколько раз возвращались из-за неправильного оформления и ошибок, допущенных при оформлении. Эти ошибки, они видны, и любой маломальский знающий юрист их сразу же отметит. Собственникам законные требования УФНС должны быть выполнены по корректировке документов и должен быть наведен порядок в этой документации. Он отметил, что собственник рынка должен понимать, что у него есть юридическая ответственность по договорам с частными предпринимателями и физическими лицами. Глава региона напомнил, что в 1998 году в Рязани уже была похожая ситуация. Но сейчас не то время. Времена существенно изменились. И пора от этих привычек 90-х отказаться. То, что сходило с рук раньше, не сойдет теперь. Будет получать, расцениваться совершенно по-другому и получать должную оценку как органов власти, так и правоохранительных органов. Напомним, ранее сообщалось еще и о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей фирмы, управляющей крупнейшим в Рязани рынком. Он подозревается в неуплате налогов в размере 17 миллионов рублей. Отметим, что на центральном рынке оборудовано 2000 торговых точек. У многих предпринимателей трудятся продавцы-пенсионеры. Многие ведут семейный бизнес уже более 25 лет. По самым скромным подсчетам, без средств к существованию может остаться около 5000 человек. Мы ждем, что нас не сократят, никуда не денут, никуда не выкинут, что мы останемся здесь. Народ-то ходит все равно, и в простые дни заказывают. И рынок должен жить вообще-то. Все мы боимся этого. А нам, пенсионерам, и вовсе страшно. Потому что это последний шанс на выживание. Пенсии очень маленькие. Мы хоть чуть-чуть здесь чего-то зарабатываем. И не лезем в карман государству. Мы надеемся, что у них есть здравый ум и смысл, что они все-таки пойдут на какую-то уступку рынку, и что все это решится положительно. Поскольку мы платим все налоги, то мы не имеем никакого риска потерять работу. А то, что там начальство, и они там разбираются между собой, я думаю, что они должны между собой как-то разобраться. А мы должны остаться. А пока вопрос с центральным рынком решается на высшем уровне, торговые точки работают в прежнем режиме. Правительстве региона не раз заявляли, что там абсолютно не заинтересованы в потере такого большого количества рабочих мест. Ольга Харламова, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Теневая заработная плата. Эта проблема до сих пор остается актуальной как на региональном, так и на федеральном уровне. Меры по противодействию данного рода нарушений осуществляются ведомственными органами на постоянной основе. С какими результатами рязанские борцы с нелегальными трудовыми отношениями пришли к концу 2015 года? Узнаем из следующего сюжета. 10 декабря в Рязани прошла пресс-конференция с участием представителей Федеральной налоговой службы, Министерства труда и занятости населения и Государственной инспекции труда региона. Главная тема обсуждения – борьба с теневой заработной платой и уклонением от перечисления налогов. По состоянию на 1 января 2015 года задолженность по зарплате была выявлена в 30 организациях на сумму более 32 миллионов рублей перед тысячей работников. На 1 декабря текущего года задолженность уже имеется в 60 организациях перед 2,5 тысячей работников на сумму 68 миллионов рублей. За это время, за 9 месяцев, за 11 месяцев текущего года всего было выплачено по требованию Госинспекции труда задержанной заработной платой на сумму более 180 миллионов рублей. То есть выявление, погашение более чем 9 тысячам работников. На сегодняшний момент порядка, наверное, свыше 9 тысяч случаев неформальной занятости были выявлены комиссиями. И порядка, наверное, 93% случаев – это те работники, которые в конечном итоге заключили трудовые договоры, то есть легализовали свои трудовые отношения и стали полноправными участниками этого процесса. Чиновники отметили, что из общего числа организаций и должников почти 89 составляют предприятия среднего и малого бизнеса. В основном это в таких сферах, как строительство, ЖКХ, деревообрабатывающее производство, периодически в сельском хозяйстве. В связи с этим реализован комплекс мероприятий, утверждена дорожная карта, участниками которой являются и Минтруд, и налоговая служба, и, соответственно, Государственная инспекция труда, Сорганная пенсионная фонда. Будем надеяться, что нам удастся сократить общее количество налоговых агентов, уменьших отчетную задолженность по НДПЛ, но, соответственно, снижающих нарушение требований действующего законодательства, легальное перечисление заработной платы и, соответственно, выплата налогового дохода в физический путь. Заработодателями будут следить еще внимательнее. С 2016 года вводятся изменения в порядок предоставления налоговой отчетности. Теперь налоговые агенты обязаны ежеквартально информировать органы о своей деятельности по новой форме отчета – 6 НДФЛ. В свою очередь участники пресс-конференции призвали граждан активнее принимать участие в выявлении нарушений налогового законодательства и сообщать об этом в органы по телефонам горячей линии. Иван Крестьяинов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Фигурные катания – бесспорно один из самых красивых видов спорта. Танцами на льду занимаются многие наши земляки. В Рязани состоялось открытие личного первенства Рязанской области по фигурному катанию. Соревнования проходили в период с 10 по 11 декабря. Подробнее в сюжете. Во дворце спорта «Олимпийский» прошло открытое личное первенство Рязанской области по фигурному катанию на коньках. Дети в возрасте от 6 и до 17 лет показали заранее подготовленные номера. Смотреть выступление было по-настоящему интересно, а выбрать лучших не просто старались все. За каждым движением юных фигуристов и фигуристок внимательно следило жюри. Оценивали как технику, так и хореографию. Участвуют у нас 7 регионов. Это открытое первенство. Конечно же, спортсмены Рязанской области представляют и участвуют в данных соревнованиях. В юношеских разрядах спортсмены выступают по произвольной программе, а в старших спортивных разрядах выступают короткая программа и произвольная в два дня. Как и на всероссийских соревнованиях, которые проходят и включены в Олимпийские игры. Несмотря на всю красоту и завораживающую грацию фигурного катания, это непростой вид спорта. И, конечно, бывают как взлеты, так и падения, и травмы. Но это не пугает ребят. Они стремятся к победе. Каждое движение репетировали долго и упорно. Фигурное катание для них – это то, без чего уже трудно себя представить. И этот спорт мне очень нравится. Я люблю им очень заниматься. Радость, восхищение, можно так сказать. И много всего, что не объяснить даже. Мне нравится он потому, что он как бы опасный еще немного. А я люблю опасное. Самое сложное – это прыгать в двойной флип. Мне сложно в прыжках, потому что надо прыгать выше, а сложно набрать высоту еще и крутку. В первенстве по фигурному катанию участвовали дети из Липецкой, Воронежской, Тульской, Московской, Тверской, Орловской и, конечно же, Рязанской области. Победители награждены кубками и медалями. Ольга Харламова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Завершить наш выпуск хотелось бы материалом более добрым. Новый год – прежде всего, конечно же, детский праздник. И ни один малыш не должен остаться обделенным новогодними чудесами. Рязанский театр «Кукол» совместно с учениками 40-й школы постарались приблизить праздничное настроение деткам из Луганской и Донецкой народных республик и порадовать их приятными и вкусными подарками. Знакомство театра «Кукол» с учащимися 40-й школы состоялось еще в конце прошлого года. Тогда ребята стали победителями масштабного конкурса «Новогодняя гирлянда». А в декабре этого года они приняли самое активное участие в творческой акции «Снеговик дружбы». Уже не первый год сотрудники театра «Кукол» готовят новогодние подарки для детей Луганска. В этот раз они вместе с руководством школы решили привлечь к этому и учащихся. Планировалось, что ребята должны сделать своими руками снеговиков. Правда, не обговаривалось, из чего именно они должны быть сделаны. Так в итоге и получилось, что ребята приготовили более 450 новогодних пряников. Разговор шел только о снеговиках, которые бы они сделали игрушки замечательные, как им делали флажки. Я думал, что на этом дело успокоится. Но видите, как важно подтолкнуть фантазию, а они придумали вот эту интересную историю с пряниками. И теперь их снеговики не только красивые и будут украшением, но они еще принесут сладости. Ребята не просто своими руками приготовили эти пряники, но и придумали настоящую новогоднюю историю, которую рассказали нам на презентации, прошедшей на малой сцене театра «Кукол». Но свое сердце для благотворительности открывают только самые избранные люди. Ведь иногда среди ежедневных забот нужно остановиться и вспомнить о тех людях, у кого случилась беда, и о тех, кому требуется помощь. Кстати, вот этого повара-снеговика тоже сделали ученики 40-й школы. Вместе с ним они готовили пряники и вместе с ним рассказали главный секрет своего рецепта. Хорошее настроение, добрые мысли, желание доставить радость и подарить праздник тем, кто в этом особенно нуждается. Я хочу пожелать детям Луганской народной республики, детям Украины, я хочу пожелать, чтобы все-таки они не так расстраивались, потому что все-таки, знаете, это же детство. Я считаю, что все в скором времени будет хорошо, я считаю. Я хочу им пожелать всего самого наилучшего. Я хочу им пожелать, чтобы они отпраздновали этот праздник, Новый год, всего самого наилучшего. Скоро несколько сотен новогодних пряников вместе с искренними пожеланиями, частичками тепла и доброты, которые в них вложили дети, отправятся в Луганск, где в канун Нового года вместе с подарками, подготовленными сотрудниками театра, их передадут маленьким зрителям Луганского театра Кук. Это важно, и важно не только для детей Луганского, важно и для наших детей. Понимаете, вот это вот сочувствие, сопереживание, оно очень-очень важно. Что могут еще дети лучше сделать? Чем мы можем удивить? Собрать деньги – это совсем не то. Когда они делали и знали, куда это пойдет, это очень-очень важно. Ну а веселый повар Снеговик останется в музее Рязанского театра Кукол. И кто знает, может быть, когда-нибудь станет героем очередного доброго спектакля. Ведь театральное искусство учит детей доброте, сочувствию и взаимопомощи. Такой была и эта неделя. Это все новости, которыми мы успели поделиться с вами. Программа «Неделя города прощается» со зрителями. Ну а в понедельник в эфир вновь выйдет программа «День города». Это ежедневный информационный выпуск. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Живой комплекс «Вива». Как в городе, только лучше. Редактор субтитров А.Семкин